Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем делать вот такие вот красивые сережки двусторонние. Одну сережечку я уже сделала, а вторую сережечку я сейчас буду делать вместе с вами. Для ее плетения мы будем использовать чешский бисер 10 размера. Также нам нужна будет одна вот такая вот большая бусина, тоже размера 10 мм. У меня это натуральный камень, к сожалению, не помню, как он называется, но если у вас нет натуральных камней, очень хорошо это украшение смотрится с любой бусиной, даже с пластмассовой. Тоже очень неплохо смотрится. Так что, друзья, запасаемся огромным количеством терпения. Приглашаю вас на просмотр материала, который будет необходим для сегодняшнего мастер-класса и непосредственно на сам мастер-класс. Вот, друзья, мой этот материал, который мы с вами будем использовать на сегодняшнем мастер-классе. Это 8 разных оттенков бисера. В моем случае это 2 зеленых, оранжевый, желтый, 2 оттенка красных и 2 оттенка голубых. Также нам необходима будет швенза, либо в моем случае это вот такой вот гвоздик, застежка. И одна бусина, точнее не одна, а две бусины для сережек. Бусина размера 10 мм. Если нет натурального камня, как я уже говорила, подходит пластмассовый, либо же любой, который у вас есть. Я видела эту сережечку с деревянным камушком, тоже смотрится очень красиво. Так что, друзья, запасаемся огромным количеством терпения. Это плетение мы с вами будем делать на мононите, либо леске. Так удобнее и так красивее смотрится украшение. Так как нам нужно, чтобы оно было таким, знаете, жестким и стояло так, как нам необходимо. Вот, и еще нам необходимо, чтобы нигде не было видно ниточки, так как это украшение такое вот очень яркое, и оно, если где-то что-то будет видно, какая-то ниточка, это будет заметно. Так что, друзья, приступаем к нашему с вами мастер-классу сегодняшнему. Для начала, друзья, мы берем иголочку, надеваем на нее мононитки и делаем первый набор. Первый набор у нас состоит из 3 бисеринок синих, 3 голубых, 3 зеленых и 3 салатовых. И продеваем нашу бусину. Вот так вот. После этого мы подтягиваем до самого-самого края нашей ниточки. Ниточку мы берем длинную, порядка метра 20 сантиметров, так, чтобы быть уверенным, что она у нас не закончится, и нам будет удобно доделать все украшение до конца. Завязываем на узелочки, вот так вот, вот так вот, дальше проходим иголочкой через бисеринки, вот так вот, через бусинку, точнее, одну вот эту большую нашу, вот так. И дальше продолжаем набор. Набираем 3 бисеринки желтых, 3 бисеринки оранжевых, 1, 2, 3, 3 бисеринки красных, 1, 2, 3, и 3 бисеринки бордовых. Вот они у меня. Набрали. И проходим иголочкой с другой стороны, вот так вот. Подтягиваем. Вот что у нас с вами получается. Дальше мы проходим иголочкой через вот эти вот бисеринки все, до самого начала ряда. Вот так. При этом помним, что нам нужно очень-очень крепко это все дело затягивать, так, чтобы у нас нигде ничего не распускалось. Дальше мы набираем 1 бисеринку синюю и 1 бисеринку бордовую. И проходим иголочкой в бордовую бисеринку и до конца ряда. Вот так вот. Проходим, проходим, проходим. Вот так. Подтягиваем. Крепко-крепко затягиваем. Дальше набираем 1 бисеринку желтенькую и 1 бисеринку салатовую. И проходим иголочкой до синей бисеринки. Вот так вот. Вот так. Припустим до вот этой, второй. Еще раз. Замечу, что нужно очень крепко затягивать, так, чтобы у нас вот очень ровно ложилось этот наш ряд. Проходим иголочкой еще через 1 синюю бисеринку. Вот так вот. Третью, видите, у нас их 4. У нас есть бисеринки, которых 4, есть бисеринки, которых 3. Это нормально, так должно быть. Дальше мы с вами набираем 8 бисеринок синего цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот они. И проходим иголочкой через синюю бисеринку, через вот так вот. Голубую бисеринку и 2 синих. То есть мы всегда будем проходить через 3 бисеринки. Вот так вот. Прошли, вытянули ниточку. Вот так. Дальше, друзья, мы с вами набираем снова 3, точнее 8 бисеринок синего цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Вот они. И проходим иголочкой опять через вторую голубую, то есть через 2 голубых и 1 синюю. Вот так вот. Видите, у нас ложатся вот эти вот наши бирочки один на другой. Еще раз набираем 7 бисеринок, точнее не 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И проходим иголочкой теперь через следующую голубую, то есть через 3 голубых мы выходим с последней голубой. Подтягиваем. Дальше набираем 8 голубых и повторяем то же самое, что мы с вами уже сделали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Проходим иголочкой через первую зеленую и 2 голубых. Вот так вот. Подтягиваем. Вот что у нас получается. Вот так вот. Так мы с вами продолжаем до конца ряда. Видите, вот так вот, если мы будем продолжать, оно получается вот так вот. И следующий этап мы с вами будем делать вместе. Сейчас не обращайте внимания на то, что оно вот такое вот пушистое и расходится в разные стороны. Если вы будете все делать правильно, выводя иголочку с одного и того же места, ну то есть точнее вот с этого, например, сверху, да, не раз снизу, раз сверху, а именно сверху, если мы будем выводить всегда ниточку, то у нас вот этот ряд получится правильным. И в конце, когда мы будем сшивать ряд, он у нас выровняется. Продолжайте самостоятельно и следующий этап мы с вами снова будем делать вместе. Смотрите, друзья, вот так вот выглядит наша сережечка после того, как мы почти ее доделали до конца. Вот у нас получается, что сейчас у нас должно сойтись первых два вот этих вот конца, этот и этот. Если вы заметите, то сначала я вам показывала, как начинать в другую сторону, да, но потом я посмотрела, что у меня первая сережечка сделана в эту сторону, и я развернула и переделала в эту сторону, да, то есть начинала так же самое с синий, но потом у меня была красная, а не голубая. В принципе, смысла это не меняет абсолютно. Все делается абсолютно так же, один в один, вот, только в другую сторону. Набрала я 8 бисеринок, и теперь, смотрите, проходим иголочкой через вот эти вот три голубых бисеринки. Они уже внутри, поэтому их сейчас не очень хорошо будет видно, но сам факт в этом. Чем дальше мы доходим до конца, тем тяжелее нам будет находить вот эти вот нужные бисеринки, через которые нужно проходить иголочкой, но оно того стоит. Дальше мы с вами набираем 8 бисеринок голубого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И проходим иголочкой, смотрите, через синюю и две голубых. Вот так. И опять же, выходим иголочкой, нужно очень аккуратно смотреть, чтобы не задеть нигде ниточку и выйти с того места, с которого нам нужно выйти. Кроме того, чтобы у нас бисеринки легли внахлёст, так как они должны лечь. Видите, вот так вот у нас получается. Далее мы с вами снова набираем 8 бисеринок голубого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И проходим иголочкой, смотрите, здесь мы уже зацепаем, вот если мы посмотрим вот так вот, да, то у нас получится, что мы зацепаем с этой, вот так вот раздвинем, да, с этой стороны синюю бисеринку, вторую, и проходим иголочкой через 2 бисеринки синих и 1 бисеринку голубую. В этот момент мы подтягиваем, вот, и у нас получается нахлёст. Видите, вот, у нас получается выравнивается всё. Ещё раз мы набираем с вами 8 бисеринок голубого цвета, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И смотрите, проходим через 3 бисеринки, тут будет лучше видно, наверное, с этого края, проходим через 3 бисеринки синего цвета и выходим с вот этой вот стороны, через синюю бисеринку, первую самую. Помните, когда мы начинали, мы начинали с второй синей, а сейчас выходим с первой. Подтягиваем, поправляем, и вот, что у нас получается. Наша серёжечка уже готова. Сейчас нам нужно только пришить к ней швензу, в моём случае это гвоздик. И сейчас я вам покажу. Смотрите, вот так вот она выглядит с одной стороны, да, и вот так вот она выглядит с другой стороны. С этой стороны у нас завитушки начинаются с того, то есть у нас идёт цвет завитушек и цвет основания, который мы с вами делали в твоём бисеринке, одинаковый. Здесь у нас идёт внахлёст, видите, вот так вот. У нас отличается цвет, который мы набирали, от цвета завитушек. Но это не имеет особого значения, оно очень интересно смотрится. Дальше мы с вами смотрим, с какого места у нас начинался наш вот этот элемент. Вот он у нас начинался с вот этого первого, с вот этой первой бисеринки, да, синий. Значит, мы с вами проходим иголочкой через эти бисеринки до первой синий. Вот так. И выходим иголочкой через четыре бисеринки. Вот так вот. Ой, не туда. Вот так. Раз. И через четыре бисеринки завитушки мы с вами выходим иголочкой. Вот так вот. Четыре бисеринки вышли. После этого мы с вами набираем две бисеринки синего цвета. Набрали, вот они у нас. Подтягиваем их ближе к нашей работе. Дальше мы набираем нашу швенцу. Проходим иголочкой через кольцо. Прошли раз. Прошли два. После того, как мы проходим второй раз, у нас образуется петля. Проходим иголочкой через эту петлю. Подтягиваем. Дальше проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку первую после кольца. И набираем одну бисеринку синего цвета. Проходим иголочкой через также четыре бисеринки в эту сторону. Вот так вот. Подтягиваем. И вот, что у нас с вами получается. Вот такая вот красивая сережка. Дальше мы с вами заделываем ниточку. И вот такая вот красивая сережка у нас с вами получилась. Ниточку мы заделываем по кругу. Проходим два раза. И, в принципе, все. После этого ее можно обрезать. Она нам больше будет не нужна. Я очень надеюсь, мои дорогие друзья, что наш сегодняшний мастер-класс был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал. Добавляйте фотографии своих готовых работ в наши группы в соцсетях. Мне будет очень приятно их видеть. И до новых встреч в новых видео, друзья мои. Пока-пока.